Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о самом легком израильском барражирующем боеприпасе из семейства Хироу, а именно о Хироу-30. Всего в семейство на сегодняшний день входит 7 видов дронов Камикадзе, как их еще называют. Это Хироу-30, 70, 120, 250, 400ЕС, 900 и 1250. Про всех членов семейства еще будут обзоры на канале. А сегодня начнем с самого маленького – Хироу-30. Все семейство барражирующих боеприпасов Хироу себя отлично зарекомендовало, что позволило привлечь к ним внимание в США и в Европе. И ряд ведущих компаний уже заключили договора как на покупку этих дронов, так и на производство на своей территории по лицензии. Про это я тоже скажу в соответствующем разделе. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Работами по созданию этого дрона Камикадзе занимается израильская компания U-Vision Air. И первые упоминания о том, что Хироу-30, как и другие члены семейства, готовые к эксплуатации, появились в 2012 году. И именно этот год можно считать годом принятия его на вооружение и годом эксплуатационной готовности. Далее были только улучшения пускового контейнера, дополнения членов семейства и многочисленные заказы, первый из которых состоялся в 2015 году. Ни для кого не секрет, что и в США в тот же период появляются свои баражирующие боеприпасы и продолжаются работы по созданию более совершенных версий. Сейчас речь идет про Switchblade 300 и его последующую версию Switchblade 600. Но все равно, хоть первая версия и применялась американцами в Афганистане и не только там, они все равно были недостаточно хороши по сравнению с Хироу. Рекомендую посмотреть обзоры на Switchblade 300 и 600. Ссылки будут в описании. Я вернусь к этой части еще чуть позже и расскажу, почему американцев привлекли израильские дроны Камикадзе. В 2012 году дрон был представлен и Цехал неоднократно его применяли не только против живой силы противника, а и против легкобронированной техники. Да, компания U-Vision отмечает, что с помощью этой версии дрона можно поражать и живую силу противника, и транспортные средства, и легкобронированную технику. Однако, учитывая его размер и вес боевой части, он, в отличие от других своих собратьев, больше подходит именно для поражения живой силы противника. В 2018 году на выставке AUSA 2018 компания U-Vision представляет улучшенную пусковую установку. Проще говоря, пусковой контейнер, это чтобы не путать. Она стала легче и стало проще пехотинцам ее переносить. На сегодня, как версию 30, так и все последующие версии, можно использовать пехотой с транспортных средств, например, с пикапов, с бронетранспортеров, на которых установлено сразу несколько направляющих, либо же со стационарных блоков, в которых установлено сразу несколько пусковых контейнеров. В целом, что собой представляет Hero 30. Этот баражирующий боеприпас запускается с переносного пускового контейнера, который весит вместе с дроном 7,8 килограмм. Плюс в комплекте идет пульт управления. Сам контейнер можно переносить в рюкзаке на спине. И почему еще предусмотрели уменьшение веса по сравнению с ранним вариантом? Он должен был весить столько, чтобы пехотинец еще мог нести и личное оружие, и чтобы на нем был бронежилет. И все это вместе позволяло ему оставаться мобильным. И поэтому еще отмечают в компании, что этот дрон является такой себе альтернативой бесшумного миномета с большей точностью и большей дальностью поражения целей. Сравнить, пожалуй, можно с польским бесшумным минометом LMP-2017. Рекомендую также посмотреть на него обзор. Ссылка в описании. Сейчас закончу с компоновкой и объясню, почему есть подобное сравнение. Весит Hero 30 3,5 килограмма. Хотя многие различные источники пишут, что вес составляет 3 килограмма. Но сама компания U-Vision на своем ресурсе называет цифру в 3,5 килограмма. Из этих 3,5 килограмм полкилограмма составляет вес боевой части. Он оснащен четырьмя стабилизаторами в средней части корпуса и четырьмя стабилизаторами меньшего размера в задней части корпуса. Они находятся в сложном состоянии, когда дрон находится в пусковом контейнере и раскладываются после его запуска. Как вы можете видеть, форма у них перекрестная, если, конечно, так можно сказать. Это сделано для того, чтобы повысить его маневренность. В длину Hero 30 80 сантиметров. Он оснащен одним электродвигателем. И в хвостовой части имеется винт с двумя лопастями. В носовой части размещаются электрооптический и инфракрасный датчики. Что позволяет передавать изображение в режиме реального времени на пульт управления. Как в дневное время, так и в ночное время. Но тут также есть опция оснащать этот боеприпас различными датчиками. В плане датчиков я говорил в обзорах на другие беспилотники израильского производства. Насколько много их есть в пользовании и в разработке. И насколько разнообразные задачи можно с их помощью выполнять. Hero 30 это не только дрон Камикадзе. Он также позволяет проводить разведку местности и наводить артиллерию на цель. А в случае надобности поражать эту самую цель. Максимальная скорость, на которой он может лететь, составляет 160 км в час. А вот крейсерская скорость 100 км в час. Максимальная дальность полета составляет 40 км. Рабочая высота полета составляет в пределах от 200 метров до 500 метров. А вот максимальная высота полета может достигать и 3 км. Пусковая установка оснащается баллоном со сжатым воздухом. И в передней части имеются складные стойки, которые позволяют упереть пусковой контейнер в землю. За счет такой компоновки пусковой установки после запуска дрона он не оставляет ни тепловой сигнатуры, ни акустической. Он бесшумно вылетает и невозможно определить, что его выпустили. А особенностью является то, что пехотинец может спрятаться за домом и совершить пуск дрона. Затем вести управление им. И никто не увидит, откуда именно происходил пуск. А затем поразить цель на расстоянии в 40 км. Поэтому еще его и сравнивают с бесшумным минометом. В плюс ему еще приписывают то, что он может летать над целью, пока не определит точное местоположение той самой цели. Затем происходит захват цели датчиками на дроне и дрон потом пикирует на цель. Но если надо, во время полета можно отменить поражение цели и перенаправить дрон на другую цель. Но это касается только того участка, когда он кружит над целью. А не когда уже непосредственно захватил цель и на всех порах мчится к ней. Хоть и происходит управление дроном человеком, у которого в руках пульт управления, но в компании U-Vision все же отмечают, что КВО составляет порядка одного метра. Еще какая особенность, он оснащен GPS и может наводиться на цель при помощи GPS. Но также в случае, если глушать сигнал, можно выбрать поражение цели в выбранной области. Во время испытаний, включая морских испытаний, израильская компания тестировала эту опцию успешно. Насколько точно может поражать корабли этот беспилотник при глушении GPS сигнала. И в этом аспекте он показал себя довольно-таки неплохо. Весь разворот и подготовка к запуску дрона Камикадзе занимает не более 4 минут. На сегодня не разглашают, сколько стоит один подобный барражирующий боеприпас, либо другие члены семейства Hero. Это еще и связано с компоновкой и тем, что именно заказывают, под конкретные задачи. Потому что в комплект входит не только пусковой контейнер с дроном Камикадзе. Как правило, в заказ входит, помимо названного, учебный боеприпас LA U-Vision Hero 30, который оснащен парашютом, системой управления, то есть тот самый пульт управления. Входит один полный комплект обучения для шести операторов. Это комплекс упражнений, в котором на протяжении трех недель представитель компании обучает, как пользоваться дроном, как управлять им, и в ходе которого происходит до 12 боевых пусков с учебным боеприпасом. Тут же входит пакет повышения квалификации для четырех операторов продолжительностью в две недели. Это на случай выполнения более сложных миссий с большим числом дронов. Плюс в пакет могут входить различные датчики по желанию заказчика. И также стоит сказать, кто является этими самыми заказчиками, и в каких программах нынче принимает участие Hero 30. Начну с одного спекулятивного вопроса касательно этого дрона, но не именно этой модификации. Речь идет о бытующем мнении, что российский барражирующий боеприпас Lancet от компании Zala очень похож на Hero 400 ESI. Не только внешне, а и по своим возможностям. Это связано с тем, что Израиль продал России лицензию на производство своих дронов. И Lancet является лицензионной версией Hero 400 ESI. Понятное дело, что Lancet на сегодня был доработан с учетом тех реалий, в которых он используется. Но базово это израильский беспилотник, производимый по лицензии. В 2016 году компания U-Vision заключила контракт с южнокорейской компанией Fierce Tech о начале продаж Hero 30 в Южную Корею. В 2018 году Армения представила на выставке Arm High Tech 2018 несколько моделей барражирующих боеприпасов, один из которых имел сходство именно с Hero 30. Речь идет о дроне Хриш. Армения тоже получила лицензию на производство этих дронов на своей территории. В 2021 году компания подписала контракт с германской компанией Rain Metal. Это направлено на продвижение всей линейки израильских дронов Hero на европейский рынок и предоставление различных опций для потенциальных покупателей. Среди прочего, это предусматривает интеграцию барражирующих боеприпасов в различные транспортные платформы по типу БМП, БТР, МРАП и прочие. Плюс использование с различными пусковыми установками. В 2021 году поступил заказ от одной из европейских стран НАТО на этот дрон. Заказ был выполнен в 2023 году. В США подобный контракт был заключен с компанией Raytheon. Американская компания заказала неназванный объем дронов для проведения испытаний на своей территории. США давно у себя на территории начали программу L-MAMS – Lethal Miniature Aerial Missile Systems, которая предусматривает разработку и дальнейшее использование новых барражирующих боеприпасов. В рамках этой программы для испытаний и был поставлен Hero 30, позже и Hero 120. В принципе, американскую сторону интересует вся линейка, потому что они под различные задачи. В США в ходе испытаний корпус морской пехоты использовал их на LAV-25 в пусковой установке с несколькими направляющими. Это была такая себе многозарядная мобильная пусковая установка барражирующих боеприпасов. Позже корпус морской пехоты выбрал для себя именно этот вариант бронированной машины, но с дронами Hero 120. В рамках программы Organic Procedures Fire Mounted. Да и в целом, сотрудничество между США и Израилем по части эксплуатации этих дронов в армии и в корпусе морской пехоты США только возрастает. Это касается всей линейки этих дронов. И в 2023 году Италия заказала на сумму почти в 4 миллиона евро Hero 30. Отмечается, что закупка этого боеприпаса предназначена для использования итальянским спецназом. Что ж, это был барражирующий боеприпас Hero 30. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.